Здравствуйте, это информационный канал тема дня. Здесь в этой студии мы обсуждаем события и жизнь региона. Сегодня расскажем о том, что такое госуправление 3.0, кто может получить статус народной участковой и какая новая надпись, вполне вероятно, появится на бутылках с кубанским вином. В Краснодарском крае стартовала губернаторская программа подготовки управленческих кадров госуправления 3.0. Для 100 представителей органов власти края, прошедших предварительный отбор, началось профессиональное обучение в Краснодаре. Открытие губернаторской программы состоялось участием замглавы региона Игоря Чигаева. Он отметил, что госслужащие должны погружаться в разные сферы, не замыливать глаз, необходимо участвовать в подобных мероприятиях, обмениваться опытом и способами решения проблем. Обучение будет проходить до декабря на базе Кубанского госуниверситета. Как рассказали в управлении кадровой политики региона, программа состоит из четырех взаимосвязанных модулей. Какие это модули и кем в итоге должны стать слушатели губернаторской программы госуправления 3.0. Все это обсудим с Геннадием Стрюком, начальником управления кадровой политики Краснодарского края. Я вас приветствую, Геннадий Геннадьевич. Здравствуйте. Что такое модули, мы с вами обязательно обсудим чуть позже. Давайте с самого главного начнем. Что такое губернаторская программа госуправления 3.0. Хорошо, давайте начнем. Изначально в целях реализации национального проекта повышения производительности труда и поддержки занятости мы совместно с Министерством экономики Краснодарского края разработали такую программу, которая позволяла бы внедрять принципиально новые технологии обучения. И самое главное создавать сетевые проектные команды госслужащих, которые могли бы постепенно в каждом органе власти производить ряд организационных изменений, используя бережливые технологии, технологии эффективного управления. Иными словами, жизнь настолько быстро идет, мы неоднократно на эфирах с вами об этом говорили, что и пандемия, и удаленный формат работы требуют принципиально новых компетенций. И поэтому нельзя сразу взять и всех 100% служащих погрузить в формат новых технологий. И поэтому мы, начиная с лидеров Кубани, искали точки роста агентов изменений, которые могли бы в своих организациях эти изменения создавать, формировать. Вот сама программа, она одноименная с приоритетной программой госуправления третьего поколения, которая была сформирована в рамках стратегии социально-экономического развития края до 2030 года. Поэтому 3.0? Поэтому 3.0, там есть две модели управления, которые были до того, как была классическая административно-командная система, потом больше проектная, ориентированная на применение бизнес-технологий. Третье поколение государственного управления, она имеет также более сетевой формат работы, сервисный, то есть основная задача служащих, да, и мы все с этим согласны. Это клиенты ориентированность для нас, клиенты это жители Краснодарского края, гости края, и все они хотят качественных сервисов, своевременных, качественных и очень вежливых. Это тоже очень важный момент. Поэтому вот эта первая сотня, о которых мы будем обучать в течение трех месяцев практически и весь 2021 год отслеживать, они первые драйверы изменений, которые мы запустили по венам государственной системы, скажем так. По венам, как сказали. А вот необходимость обучать уже, казалось бы, действующих управленцев, это о чем говорит? О том, что недостаточно... Это говорит только о том, что необходимо обучать действующих управленцев в том числе. Ну а уровень квалификации тогда нынешний, каков он, получается, под сомнением или как? Уровень, нет, я скажу так, уровень квалификации достаточно высокий. Мы брали команду middle management, так сказать, среднее звено от замначальника отдела структурного подразделения и в целом органа власти до замдиректора департамента или министерства. То есть это средний менеджмент, который еще не лица, принимающие решения, но уже люди, которые имеют... Пытающиеся это делать, да? Но люди, которые имеют уже свои команды и которые уже руководят. И вот эти люди достаточно компетентные, они по возрасту, то есть не было какого-то критерия, да? Да. Была задача собрать людей мотивированных, которым это было бы интересно с точки зрения, ну как тяги к управлению, к менеджменту, да? То есть и мы делаем упор на них, но есть же текущие компетенции, да? Как говорят, hard skills, которые они приобретали путем долгих различных программ обучения. А сейчас мы говорим больше о современной новой среде и они должны быть полностью оснащены, вот коллеги, да, 100 человек, теми навыками разработки, то есть анализа среды, диагностики среды, в которой они работают, анализа качества своей работы, своих команд. И они должны уметь создавать проекты, видеть изъяны, которые тормозят, в общем-то, где-то делают затык госправления, да, в рамках их министерств, и создавать небольшие, да, маленькие проекты изменений, которые цепочкой поведут за собой изменения более глобальные, которые в итоге отразятся на качестве услуг для всего населения. А вот эта золотая сотня, гендерные какие-то различия есть? Это мужская команда? Первые, как вы говорите, драйверы? Вот я бы не называл это золотой сотней, это все-таки, наверное, такая, там, креативная сотня, прорывная сотня, да. Здесь не говорится о золоте, о каком-то особом статусе этих людей, здесь только история про то, что это те люди, которые вот из 200 человек, подавших заявки внутри нашей системы, по итогам тестирования было отобрано 100 человек, которые набрали наибольшее количество баллов, то есть они проявили лучшие показатели знаний самой системы, психологические аспекты, свою мотивацию. То есть без мотивации, вот, честно говоря, создавать изменения нигде невозможно, ни в бизнесе, ни в госправлении. Если для бизнеса мотивация это быть более эффективными и больше зарабатывать, то для нас мотивация быть более полезными для людей, вот, то есть мы получаем удовлетворение от того, что люди оценивают нашу работу как хорошую, нормальную, то есть вот и отличную. То есть, получается, многие не прошли вот эти фильтры от департамента политической полиции? Ну, 100 человек не прошло. Но они не то, что не прошли, они набрали меньшее количество баллов и, соответственно, по рейтинговой таблице не попали в эту программу. Они, может быть, тоже были мотивированы, но не настолько, насколько их коллеги, которые постарались чуть лучше. Как вы постарались выстроить именно вот учебную программу, можем так говорить? Сколько дней уже обучаются студенты-гослужащие? 6 октября мы открыли торжественное мероприятие, сегодня вы об этом сказали, в инновационном центре «Аквариум». То есть это тоже дань новым технологиям, новому подходу. Люди должны чувствовать себя как раз в той среде, которой они должны привести свои министерства, департаменты в дальнейшем. Система многомодульная. Мы в течение октября, ноября и декабря будем проводить теоретические занятия. Их там будет буквально 20%, чтобы просто дать конкретные инструменты, как реализовать проект, как диагностировать управленческую среду рядом с тобой, как внедрить, оценить, создать команду. Больше практики? Да, 8% будет практики абсолютной. То есть с нашими коллегами будет работать лучшие умы, скажем так, Кубанского госуниверситета, на базе которого эта программа создавалась, силами которого создавалась. Они будут работать с ведущими бизнесменами, которые руководят предприятиями в рамках нацпроекта «Производительность труда». Это тоже очень важный момент. Мы не просто приглашаем весь бизнес поучаствовать в этой программе, а именно тех передовых, которые реализуют нацпроект и получают хорошие результаты. Вот мнение относительно площадки госуниверситета мы позже узнаем, а сейчас нами на связи как раз участник этой губернаторской программы госправления 3.0 Алексей Енин. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, помимо того, что вы слушатель госпрограммы 3.0, вы еще сотрудник, в общем, департамента внутренней политики Краснодарского края. Как вам первые дни обучения? Вы знаете, впечатления, конечно, только положительные. Как Геннадий Геннадьевич немногим ранее сказал, все началось даже с отбора. Это уже было необычно. Это не просто какое-то легкое испытание. Это несколько уровней, тесты, психологическое тестирование. Вот, было довольно сложно, но интересно. И также это продолжилось здесь, на площадке. Методы подачи очень доступные. Работа проходит не просто в начитке какой-то информации, да, а в режиме живого общения, мгновенной обратной связи с использованием различных технологий подачи. Это и обсуждение, и интерактивные какие-то материалы, тут же подкрепление на практике. То есть все очень довольны. Я, кстати, как раз сейчас нахожусь на занятиях. Вот на две секунды выскочил по телефонному звонку. Все прям активно работают, не хотят отвлекаться. А кто сейчас спикер у вас? Алексей Владимирович, кто спикер? Кого вы прогуливаете сейчас? Я не прогуливаю. Сейчас мы разрабатываем как раз систему дистанционного обучения, о которой, так говорил Геннадий Геннадьевич, которая будет использоваться. Рассказывают, как можно зарегистрироваться, на каких системах. Их несколько, чтобы было удобно всем. В разных системах можно работать. Кому удобно с телефона, кому издаму, кому с работы. То есть максимально широкий подход, такой удобный, чтобы все были максимально вовлечены в этот процесс. Алексей Владимирович, с Геннадьем Геннадьевичем мы говорили о том, что 20% будет теории, остальное все такое живое общение, обратная связь. Как вы говорите, вот такой формат устраивает? Безусловно. Такой формат, на мой взгляд, он, не могу сказать, что он прям вот революционно новый, но он максимально эффективный. Потому что, когда ты слушаешь теорию, хочется получить какие-то примеры прикладного характера, увидеть, как это реально работает. Не просто услышать, что это здорово, а именно увидеть. И вот такие курсы, как сейчас мы в них участвуем, они как раз помогают это сделать. И всем управленцам разного уровня эти компетенции будут максимально полезны. И уверен, все их используют максимально эффективно у себя на рабочих местах. А когда реальные результаты, выражаясь вашей терминологией, будут видны в вашей работе? Вот наступит декабрь, вы закончите там обучение по программе. Что дальше? Вы знаете, я думаю, что результаты будут заметны гораздо раньше. Потому что обучение, вот сегодня только второй день, выводы делать рано. Но я могу сказать, что уже сейчас мы разрабатываем кейсы. Кейсы, как нас просят преподаватели, должны быть адаптированы конкретно под то структурное подразделение, в котором ты работаешь, чтобы цель была достижимой, чтобы в дальнейшем можно было эти проекты реализовать именно в своей повседневной работе. И мы начнем прорабатывать все эти проекты уже в ближайшее время. Потихоньку их там анализировать, какие-то риски искать и использовать другие методы бережливых технологий проектного управления. Поэтому я думаю, что в декабре мы увидим отличные результаты. Уже можно будет даже делать какие-то выводы. Спасибо. Алексей Енин был с нами на связи. Геннадий Геннадьевич, ну вот Алексей Владимирович, представитель департамента внутренней политики Краснодарского края. Очень активные, кстати, коллеги в департаменте. Мы поняли, да, да. А кто еще? Какие ведомства представлены? Министерство экономики, департамент инвестиций, министерство культуры, департамент имущественных отношений. Ну вообще практически все 30 органов власти, скажем так, прислали и мотивировали своих сотрудников поучаствовать в программе. Поэтому это здорово. Это первая пилотная программа. Она имеет достаточно высокий коэффициент неопределенности. Но благодаря, опять же, программе «Лидеры Кубани», которую мы раньше делали, мы эти все неопределенности уже поэкспериментировали и понимаем, с чем столкнемся. Это такой новый уровень, можно назвать. Это, как мы с вами еще два года назад обсуждали, это перетекание технологий, которые мы отработали на лидерах, в реальную госсистему, как реальный инструмент развития чиновников. И, кстати, Алексей Владимирович очень правильно сказал, что он не прогуливает. У нас с первого дня были действительно случаи, когда там несколько человек просто не пришло на первый поток. Как настоящие студенты. Да, они будут отчислены, потому что мы очень серьезно к этому относимся. Программа на контроле у губернатора, программа на контроле нашего эвакуирующего вице-губернатора Игоря Легача-Чагаева, который отвечает за то, чтобы совместно с коллегами, да, это Игорь Петрович Галась, Сан Саныч Рупель, которые создавали эту программу вместе с нами. Вот важно, чтобы их не обучить, не просто обучить сотрудников, а чтобы они дали реальные проекты. То есть не для галочки ходили, знаете. Все по-серьезному, игра, не на шутку. И поэтому вот так, два раза пропустил, необоснованно, да, там все, выбываешь на твое место, человек по рейтингу снизу поднимается. То есть то первый, то второй, то третий. То есть до зачисления было, да? Да, конечно. Будет до зачисления. Мы еще раз всем там сегодня буквально доведем правила игры, потому что, ну, губернаторская программа и резерв правильнических кадров, это очень серьезно. И мы долго и много об этом говорили, теперь перешли к действиям. И, следовательно, такой результат мы и рассчитываем получить. Давайте продолжим сразу после рекламы. Это тема дня. Сегодня мы говорим о госпрограмме, губернаторской программе госуправления 3.0. У нас в студии Геннадий Стрюк. Геннадий Геннадьевич, давайте по преподавателям подробнее поговорим, кто в этот раз спикеры. Мы немножко уже с Алексеем Яниным обсудили, да, что это преподаватели Кубанского госуниверситета, кто в числе тьютеров, спикеров, наставников, как угодно можно сказать. Ну, вообще, на самом деле, состав очень крутой, если так говорить на сленге, да, по-простому. Ну, во-первых, мы как спикеров приглашаем уважаемых коллег из госкорпорации Росатом. У них огромнейший опыт в подготовке менеджмента среднего, высшего уровня. Это коллеги из аналитического центра при правительстве Российской Федерации. У них там тоже аккумулируется весь опыт по всем регионам, по взаимодействию с бизнесом. Вот это наши коллеги, вот университет при госслужбе Москвы. Вот тоже коллеги делятся очень хорошим опытом. И это бизнес, который представлен крупнейшими компаниями Краснодарского края. Это эффективные государственные менеджеры, которые могут передать реально практический опыт без какой-то теории, да, там, махровой. И это... А какие направления? Сферы какие? Ну, и, конечно, экономика инвестиций. Нас больше всего интересует воздействие вот этих всех бережливых проектов именно на дальнейший экономический эффект, который отражается потом на населении, да. Это и коллеги, которые взаимодействуют с органами власти, с муниципальными образованиями. То есть направления очень разные будут, да, у них учеба там три месяца, и мы практически охватим большую часть направлений. Ну, большой такой промежуток, да, остатки? Да, и я могу сказать, что сама команда Кубанского госуниверситета, которая выиграла возможность участвовать в этой программе, и в очередной год мы с ними очень эффективно сотрудничаем. Я могу сказать, что там коллеги, которые сейчас преподают, и не просто преподаватели, это профессора, которые в том числе занимались написанием стратегии социально-экономического развития муниципалитетов. То есть люди очень глубоко погруженные в специфику, и они сейчас из глубины, скажем так, да, вот этих вот проектных стратегических документов просто на простых понятиях, технологиях показывают нашим коллегам, управленцам, как надо действовать, как создавать эти проекты. Давайте сейчас мнение как раз представителей госуниверситета послушаем. С нами на связи Инна Мирошниченко, заведующая кафедрой государственной политики и государственного управления ГУ. Инна Валерьевна, приветствуем вас. Здравствуйте. Какая база университета задействована для обучения по программе госправления 3.0? На самом деле, если говорить о материально-технической базе, то это аудиторный фонд главного корпуса со всеми интерактивными форматами, которыми мы располагаем. По спецификации этих заданий в рамках образовательного проекта 30% обучения проходит в дистанционном формате. И здесь система дистанционного обучения складывается из двух систем, да, двух составляющих. Это модул, где у нас созданы личные кабинеты для слушателей, они уже прошли регистрацию, сформированы документы, учебные материалы, которые могут пользоваться презентацией преподавателей, видеолекции, материалы рабочей тетради, учебно-методические пособия. Также форматы интерактивного тестирования по итогам всех модулей, также предусмотрена обратная связь психологического сопровождения, где они получат результаты психологической диагностики и формат рекомендации по личностному и профессиональному развитию. И второе приложение, из которого складывается формат нашего дистанционного очного обучения, это приложение, облачное приложение Microsoft Teams. Оно открывает широкие возможности для построения командной работы. И слушатели туда уже интегрированы в рамках проектных команд, вот созданных. И мы вот активно уже завершается второй день обучения, они уже погружены в эту деятельность. И на базе Microsoft Teams будет уже осуществляться в промежутках между модулей сопровождение тьютерами проектов, разработка и реализация проектов, которые будут реализованы проектными командами. То есть на самом деле база очень обширная, она современная и включает весь инструментарий современных подходов, которые реализуются в подготовке управленческих кадров. Инна Валерьевна, а как в университете сейчас соблюдают меры санитарной безопасности? Ну, во-первых, мы все, все у нас слушатели стартовали с того, что прошли тест на ковид. Во-вторых, мы, собственно, почему мы и обучаем, мы обучаем в академических группах, то есть наши 100 слушателей поделены на 3 академические группы по 33-34 человека. И мы вот, у нас такое ступенчатое обучение. Мы соблюдаем все меры социальной дистанции и эпидемиологической обстановки, маски, дезинфекции. У нас в аудиториях работают рециркуляторы. То есть я надеюсь, что мы выйдем из образовательной программы без потерь. Спасибо. Инна Мирошниченко была с нами на связи. Геннадий Геннадьевич, по поводу как раз групп и обучения. Поделено это самое обучение на две части. Командное и потом представить проект свой индивидуальный. Так? Да, все верно. Задача команды в процессе обучения разработать свой уникальный проект, его опробировать. А потом, после курса, который пройдут наши слушатели, они должны авторские проекты провести в своих органах власти. Причем будет здорово, когда, тут какой эффект мы закладывали, когда, например, 2-3 человека из одного органа власти, у них у всех три авторских проекта, и они реализуют, помогая друг другу, делясь технологиями через Microsoft Teams, в том числе, это очень выгодно, в том числе и для руководителей органов власти. Вернемся в начало и скажем, что главными заказчиками вот этих изменений как раз и должны стать руководители органов власти. Тогда и проектные команды, и руководители, да, как единая команда смогут добиться хороших результатов. А проект индивидуальный, он как будет выглядеть тогда, получается? Ну, очень просто. Я в процессе обучения получил нужные навыки. В первом модуле я провел диагностику среды своего органа власти. Но в команде же легче работать? Нет, безусловно. Но в команде ты получаешь навык. Тут же смысл опять какой? Сначала научиться работать в команде, а потом прийти в свою команду, создать в органе власти. И это же госуправление, это и есть вот этот сетевой принцип построения команд, управленческих там решений. Когда ты научился, ты подключен к одной команде своей, да, проектной, прошел к себе, скажем так, домой в свое министерство, орган власти, создал еще одну команду, и сеть пошла. Тогда мы достигнем эффективности. Сеть по своим каналам будет прокачивать дальше коллеги из Кубанского университета. Это будет интеллектуальная поддержка, информационная поддержка на протяжении всего времени реализации проекта. Поэтому здесь будет вот такая очень, вроде с одной стороны сложная система, а с другой стороны очень качественная, потому что это будет постоянно двигаться, люди будут реализовать проекты. Не получилось, у них обратная связь в режиме онлайн, там 24 часа в сутки со своим тьютором. Он подскажет, что ты делаешь не так. Может быть тут психология, может быть ты просто неправильно инструменты проектного управления используешь. А по поводу психологии, я знаю, что важный такой момент, еще вы включили как раз тестирование у психологов, сопровождение психологическое, да? Конечно, можно быть очень хорошим проектником или горячим желанием что-то изменить. Но ты должен понимать, что любой орган власти, это организация, это живой механизм. Самоорганизация, да? Самоорганизация, и тебе нужно взаимодействовать с коллегами, тебе нужно их вдохновлять. Поскольку мы перешли, переходим в госправление 3.0 от командной системы, когда просто банально приказ о выполнении, к системе самоорганизации, когда у тебя есть видение того, что что-то неровно, ты создаешь группу рабочую, и вы эту неровность убираете, потому что считаете, что так будет эффективнее. Поэтому, конечно, это выгодно будет. А в декабре вот эти 100 человек, они формально будут считаться выпускниками, либо получат какие-то свидетельства? Нет, конечно, у них курс о повышении квалификации. Мы не просто сделали программу вот такую интерактивную, мероприятийную. Это будет официальный документ о прохождении практики. Более того, аттестационная комиссия по итогам будет заслушивать каждый проект, будет получать отзыв от органов власти, от курирующего вице-губернатора, но на основе проектов, которые они защитили. Отличие будет только в том, что аттестационная комиссия будет заинтересована в том, чтобы проект был по-любому реализован. Оценочная шкала какая? Зачет не зачет получается? Ну, скажем так, реализован, не реализован, принес эффективность или нет. И насколько эффективен. Там будет сложная система, опять же, с виду. Но в целом, задача, чтобы проект был реализован. А как сразу можно понять, будет реализован проект на практике или нет? Есть определенные диагностические инструменты у коллег, которые, в общем-то, занимаются мониторингом программы. И есть отзывы людей. То же самое главное, губернатор всегда говорит, как вы поймете, что вы эффективны. Послушайте людей, выйдите в народ и все. То же самое мы будем своими средствами узнавать у коллег, коллективов вообще, это полезно было или это просто бесполезная какая-то игра, которая ни к чему не привела. А через какое время специалисты управления кадровой политикой собираются это делать? Ну, во-первых, мы делаем сразу, в автоматическом режиме регулируем. Тьютеры будут нам давать информацию. И 2021 год, вот самое главное, что будет в 2021 году? Дадут ли эти проекты организационных изменений внутри структур полезный эффект? И будет ли он тиражироваться в другие органы власти? Вот это самый главный эффект. Мы будем смотреть коллеги из Министерства экономики, наши партнеры в этом проекте, Кубанский госуниверситет. И мы должны посмотреть, если проекты тиражируются, их практику берут дальше, и она эффективна, тогда проекты пошли. И мы набираем новую группу, новую команду. И также обучаем еще одну сотню госслужащих. Получается, сейчас только участники все из Краснодара. Такая немножко нечестная история. Муниципалитеты когда подключатся? Потому что зачастую такой провал небольшой в этом, именно на местах. Согласен. Не то, чтобы они все из Краснодара. Вы имели в виду, что они все из органов власти. Из органов власти, да. Да. А, конечно, мы должны были попробовать на этом уровне. Люди, скажем так, связаны здесь на краевом уровне с большим количеством управленческих решений, которые отражаются дальше на муниципалитетах. Сейчас мы знаем, что в муниципальных образованиях, в некоторых, вот Новороссийск, Краснодар, Новокубанский район, активно ведется внедрение элементов бережливых технологий. И мы уже получили очное такое, скажем так, очный окей на то, чтобы на следующий год сделать программу 100 госслужащих, 100 муниципальных служащих. Ну или 100, или мы там посмотрим по количеству. Чтобы потом коллеги, которые прошли спецкурс по созданию инноваций внутри своих организаций, могли взаимодействовать и понимать друг друга между двумя уровнями, муниципальным и краевым. Сложно было бы учить сначала один уровень, потом другой, да. А так мы их приведем друг к другу. И связываясь, например, по проблемам, там, связанных в ЖКХ, в социальной сфере, они уже будут знать, что у них есть коллеги, которые уже прокачались по этой тематике, уже получили свои результаты, и они, по крайней мере, друг друга поймут. И эта сеть будет расти дальше. Минута остается. Вы много раз сегодня говорили, бережливые технологии управления. Почему бережливые? Ну вот мир пришел к тому, что надо не выжимать и из человека, и из организации все соки, все ресурсы, да, и потом выбрасывать как использованную батарейку. А сберегать человека, достаточно много технологий менеджмента, которые позволяют работать эффективно, не там убивая себя, свою команду, условно говоря. Беречь себя, беречь окружающую среду, беречь людей, с которыми мы работаем, и добиваться результатов с меньшими затратами финансовыми людскими. Спасибо. Геннадий Стрюк был у нас сегодня в студии, начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края. Увидимся в начале следующего часа. Спасибо, что вы с нами.